То есть, насколько оксид графена, содержащий кислородную группу, он является гидрофильной системой, а при этом эпоксидная смола является гидрофобной системой. При этом сочетание их абсолютно при равномерном распределении не происходит. И происходит агломерация частиц графена, оксида графена. Да, но мы использовали не оксид графена, а просто графен. То есть мы и не кисляли изначально. У вас изначально он накисленный, потому что вы в водной среде его расщепляли. Но, тем не менее, сначала готовилась, после того, как был получен графен в воде, он послушивался, на его основе была получена, получалась пенсия с стоном, и уже это пенсия с стоном, после очистительного парня в свои распорители отправлялась в активность полосы. А вот эти все рентгеновские удаления из суспензии, так это не? Не совсем хорошо. То есть сильно разбавленная сиспензия капалась на фибетах для рентгенов, послушивалась в кухе, да, и... То есть вы используете метод динамического рассеяния? А, нет, нет, у нас статического рассеяния. А если использовать динамического? Если можно динамического рассеяния, мы попробуем. Может попробуем. Не попробуем. Нет, ну, а почему нельзя? А если нельзя? Могу объяснить. Пожалуйста. Получено один из наших дипломников. А углеродные натрубки где брали? В Сверхотолбке, Немблеево. То есть какие-то здесь еще непонятные. Малослойные. Малослойные, да? А вот вы, наверное, читаете только иностранную литературу. Потому что природный графит по-русски обычно говорят. Они естественные. Ну, у нас есть естественные. Натуральные. Натуральные, то есть природные. А вы правы? Нет, на самом деле это все пошло из-за сокращения. Потому что природный графит там в ПГМ можно сокращать. Можно его с кем-то перепутать, там с пирографитом, еще с чем. А естественный графит... Химический термин корректный природный графит. А вы прочитайте правила ИПАП по химии. И в комментариях... У вас все зависимости приведены от времени ультразвуковой обработки. Но это должно зависеть от мощности. А у вас мощность какая была? 200 и 600. 200 ватт? Нет. Это просто обычная ванна? Там были 600. А, точно, 600. 600, да. Это было лабораторно, я могу сказать, да? А еще вопрос такой. А респектирование вы не наблюдали? Горография на выход пластинок и все прочее. Потому что... И вот измеряли или поверхность, скажем так, высушенных оборотов? Поверхность высушенных оборотов измеряли, она была слишком, ну, очень, достаточно маленькая. Сколько? Км 200? И последний. Я туда, да, внимание. Да, и когда вы измеряли раствор, она была... Нам тоже измеряли, мы измеряли, мы измеряли, мы измеряли. Вы не поверили, мы измеряли. Пап удаляли поверхности от седографии. Нет. После всех ваших обработок вы получали порошок. В нем сколько было пап? Пап там было... Вообще мы добавляем маленькое количество пап, мы добавляли 0,6 миллиграмм в миллилитр. Это додицинсульфат был у вас? Это миллилитр чего? Ватр. Вы получили, после того, как вы уже говорите, что вы дальше исследовали порошок. Да, все эти исследования... В этом порошке сколько было пап? Но именно какое-то практическое применение было на спензе без содержания пап. Точно. То есть без содержания пап. Там не было уже просто... Без содержания, а просто у вас с семьи. Так мы не отмывали. Но мы быстро должны на практике контролировать. Там ведь на концом графике пап сидит в большом количестве. Пап. Там не только пап, там пап, но и добавки. А у него есть какое-то специальное название? Ну это вы так назвали. Пап. Какое-то химическое. Ну есть просто форму, да, название. Сейчас не могу вам произнести форму. Могу сказать, что чуть позже. Продолжение следует...